Первая часть вечера сегодняшнего, после обеденного, мы сфокусируемся на отношениях. Если вы вспомните сегодняшнее утро, когда мы говорили о той невидимой силе, которая на нас влияет, и как мы находим такие противоположности вокруг нас, в окружающей среде, в наших внутренних мирах, в природе. Нам нравится работать с этими оппозиционными позициями. Процессуальная работа – это один из путей, как найти тот танец, который пытается проявиться. Мы называем эти оппозиции противоположности X и U. Есть причина для таких названий X и U. U – это те тенденции, с которых мы больше знаем. Мы к ним привычны, и для нас это как окей, для нас это нормально. Или мы идентифицируемся с аспектами U в себе. Но те аспекты нашего опыта, которые мы отталкиваем и маргинализируем, мы говорим «это не я», те мы называем X. Вы можете подумать как «экс». Например, по-английски говорят «прошлый партнер», «быший партнер». Что-то нам не нравится, и мы с этим разводимся, как бы. И сегодня с утра мы поработали с энергией X в плане работы с симптомом. С симптомом работали. Та энергия в симптоме, которая нас раздражает, мы ее называем энергией X. И энергия X может приходить к нам в различных формах. Она может быть в симптомах телесных, как мы работали до этого. Она также может приходить к нам в конфликтах в отношениях. То есть что-то, что вам не нравится в другом. Например, она также может приходить с проблемами в мире, как-то это связано, может быть, с вашей работой, с вашими финансовой ситуацией. И практика заключается в том, чтобы узнавать также энергию X. Ту, с которой мы не так хорошо знакомы, или она нам не нравится. А также энергия Y, с которой мы больше знакомы, и она нам нравится. И мы больше их узнаем и фасилитируем отношения между ними. И возвращаясь к концепции организующего принципа, Макс говорил о процессуальном уме до этого. Организующий принцип, который мы можем увидеть вокруг нас, а также в природе. Например, можно себе представить, что кто из вас любит ходить на пляже? Большинство из нас любит гулять по пляжам. Некоторые из нас. Я возьму просто пляж для примера. На пляже вы можете видеть полярности. Вы можете видеть, например, разбивающуюся волну у берег. У нее вот такая вот энергия, если волны высокие. И также мы видим такой спокойный пляж. Вы видите, как вот две энергии, одна такая вот, а другая такая. Но на пляже мы очень редко думаем. Мы думаем, что неправильно, почему эти волны такие агрессивные? Почему они такие неправильные? Или почему этот пляж просто сидит и ничего не делает? Мы обычно так не делаем, мы просто наслаждаемся этими аспектами и красотой, которая их наполняет. И просоциальный ум – это тот организующий принцип, который как бы за пляжем. Это такой дух, который выражает себя в этих противоположных тенденциях. В волне и в пляже, в этом есть что-то большее, чем каждое из них, выражающее себя в этом контрасте. Так что с этой точки зрения в природе вот те разнообразные вещи, которые можно наблюдать, они друг друга дополняют даже. Может быть, пляж был бы менее красивым, без волны, которая так вот на него обрушивается. И волны не могли бы разбиваться, если бы не было того, обо что они разбиваются. И вы эти полярности, такие подобные полярности, найти в любом месте природы. Например, в горах. Вот эти пики горные, они такие очень драматичные. И вы можете там найти такие манюсенькие, такие очень беззащитные цветочки. И мы это можем использовать как аналогию такого личного опыта, просто присутствия. У нас есть такие оппозиции, это как разные тенденции внутри нас. Некоторые нам больше знакомы, и мы их лучше принимаем в себе. А некоторые части нам не нравятся, и я думаю, это не я, я не такая вообще. Но с другой точки зрения, с точки зрения процессуального ума, ты можешь посмотреть и подумать, что это и тот, и тот аспект, они очень красивые, они принадлежат друг другу. И одна из практик. И одна из практик. Пойти и представить самого себя вместе на земле. И это может изменить состояние вашего ума, вашего сознания. Изменить ваше состояние сознания от обыденного состояния сознания, которое у вас ежедневно. И это измененное состояние сознания вам помогает радоваться обоим тенденциям и понимать, как они взаимосвязаны друг другом. Но ваш опыт расскажет вам, как это работает и правильно ли это для вас. Я подумал, может быть, это тот момент, когда ты хотел бы сказать что-то о суперпозициях. Ага, может быть, про эту часть есть какие-то вопросы уточняющие. И тогда я расскажу про суперпозицию. Есть ли у вас вопросы или замечания по поводу вот этого начала? То есть, в принципе, мы понимаем, конечно же, океан и пляж. Но то, что мы проживаем, это не статическая картинка, это танец. И вот тут очень нам помогает такая концепция из физики о суперпозициях. Суперпозиция может быть очень хорошо объяснена, мне кажется, на примере музыки. Например, я могу тебе спросить, как тебя зовут? Николай. Николай, у тебя есть любимый инструмент? Без думал, ну, не думай так много. Гитара. 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 У тебя есть инструмент, который если пушк не попадает к шофту, ты не надо не умеет слышать. А есть ли какой-то инструмент, который ты не очень любишь, грубо говоря? Балалайка. Совсем не хочешь? Нет, балалайка. 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 Балалайка, знаешь? А-а-а. Три стороны. Гитара. Потому что она имеет три стриги. Да, я знаю. То есть мы бы сказали, что гитара — это твоя U, а балалайка — это твой X. Хорошо? Если бы ты мог показать движение, ну, например, я с Марса. Я никогда в жизни не видел инструментов. Я не говорю на вашем языке. То есть ты не можешь делать тот жест, который показывает. Тебе нужно показать мне энергию гитары. Что-то такое? А балалайка — покажи энергию. Это я понимаю, я с Марса. Это я понимаю, есть вот это и есть вот это. Да? Очень по-разному. А как? Чем они разные? Это сверху, а это внизу. Это внизу. Одно наверх, другое вниз. Пока понятно? Теперь мы это знаем. Представьте теперь, что ты — дуэт. И у тебя два музыканта. Один играет на гитаре. Один играет на балалайке. Ты себя идентифицируешь с тем, кто играет на гитаре. Это твоя часть. И у тебя есть вот эта часть. Тебе она меньше нравится. Это правда? И в музыке точно так же. Например, представьте себе, что вы слышите дуэт. Кто-то, кто любит балалайку, будет постоянно говорить, я не знаю, что эта гитара там делает. Или им особенно будет нравиться твоя игра на балалайке. Да? А кто-то... Представь себе, что ты пошел с другом, который обожает игру балалайки, и вы целый вечер слушаете дуэт гитары с балалайкой. И ты своего друга спрашиваешь в конце, что ты думаешь про вечер? А твой друг скажет, балалайка потрясающе играла. Боже, вообще удивительно. И в этом соло посредине игры вот эта вот такая глубина вот этой мелодии, она так себя проявила. и она так поддержала игру гитары, и так вот привнесла такую удивительную вещь, и это было потрясающе. И ты его спросишь, а как тебе гитара понравилась? Ну, нормально. Я так сильно не слушал. Да? Почему это суперпозиция? Потому что в концерте мы слышим гитару, мы слышим балалайку, мы чувствуем напряжение между ними, мы слышим гармонию между ними иногда, мы наслаждаемся соло, потому что соло показывает роль каждого во всем процессе. И мы иногда или разочарованы, или наоборот рады, когда соло заканчивается. Это путешествие. Суперпозиция – это принцип путя. Имеется в виду, что это твой путь путешествия через жизнь. Твое субъективное представление о времени и пространстве, например, у него есть какие-то измерения. Например, можно добраться из нашей гостиницы до этого центра. Мы доехали сегодня с утра. Например, кто-то говорил, что достаточно сложно ездить по Москве, маневрировать по Москве. Но как долго мы ощущаем этот час, зависит от принципа твоего пути. Ну, например, если принцип твоего пути что у тебя в твоей машине много энергии например, люди, которые тебе нравятся, ты едешь со своими друзьями, время сжимается. Путешествуйте с энергией и к своей машине, время пути становится больше. Если вам нравятся люди и искусство, Метро – это самый быстрый путь в Москве. Метро – это самый быстрый путь в Москве. Можно быстрее всего добраться по Москве. Потому что будете чувствовать, что вы как дома. А если вам не нравятся ни люди, ни искусство, Метро – это просто ад. Потому что вы в своей энергии Х. Это принципы пути, и они соединяются. То есть в любой момент конкретный, когда вы работаете над конфликтом, Это не единое такое объяснение, понимание того, кто мы есть. Это не то, что вы один раз себя поняли, и тогда все будет и так дальше, и все конфликты разрешены. Но вам нужно возвращаться к этому упражнению, которое мы сейчас покажем каждый раз. Потому что зависит от того, где вы находитесь в своей песне, Разрешение, ответ будет разный каждый раз. Понятно это? И мы входим в такое чуть-чуть измененное состояние сознания. Мы хотим вам показать это в упражнении и дать вам возможность поработать над этим. Хорошо? Хорошо. У нас есть упражнение. Мы попросили Машу продемонстрировать упражнение. Спасибо Маше за это. Здорово. Мы сфокусируемся на проблеме в отношениях. Спасибо, что ты пришла в центр. Спасибо за возможность. О, это хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, что мы просто вступим прямо в упражнение. Для тебя это как? Хорошо. 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 Я просто заметила, что я сказала, и я посмотрела на первый шаг. Я посмотрела на шаг номер один. Назовите какую-либо проблему в отношениях. Я поэтому хотела поблагодарить тебя, что ты выходишь в центр и работаешь над проблемным моментом в отношениях. Потому что иногда бывает сложно поделиться такими вещами. Что ты думаешь? Хорошо. Поддерживает Машу и к ней открыться с сердцем. Это все? Это все? Но я тебя понимаю. Я за эти годы понял, когда я на вечеринке никого не знаю, и люди спрашивают, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Я больше не говорю, что я психолог. Потому что люди всегда говорят, что интересно, и уходят. Сейчас я говорю. Это хороший вопрос. Я не знаю, кто я. А что вы делаете? Здорово. Спасибо. Сейчас мы можем начать. Я знаю, что есть ли конфликт или проблемы в отношениях, которые ты хочешь поработать. Может, я пишу? У меня есть такой конфликт в отношениях. There's a conflict in my relationship. Когда я... Я себя теряю в этом? I lose myself in it. Когда я не знаю... Your main relationship. Ты имеешь в виду отношения с людьми. Часто с людьми с разными. With different people. Oh, with different people, I see. Когда я не знаю, где я в своей границе и где они... Whether I'm in my boundaries. Может, я на примере? May I give you an example. Например, сейчас я стою здесь. I'm standing here. Но, с одной стороны, я хочу есть и мне нужно идти. I want to eat and I need to leave. Но здесь и мы работаем. И есть договоренности. И есть еще другая часть, к которой нужно идти. There is another part in me that needs to go. That wants to leave. И тогда я не знаю... Мне... Ну, как бы... Хорошо ли... I don't know... Хорошо ли... Ну, как понять, что мне на самом деле нужно. How do I know what I need? What I really need. What I really want. Возможно, там кто-то меня ждет. Maybe somebody is waiting for me there. И мне нужно быть там. And I need to be there. Where? Here. And how? И как все-таки понять? How do I decide? Где мне быть? Where do I go? Where do I go? I understand and... I think I started to understand you said... Мне кажется, начинает я понимать, что ты сказала... Something around boundaries. Что-то про границы. Did you say you can sometimes lose sense of your own feelings? Что ты можешь терять чувство своего собственного опыта? Угу. Ну, пора мне кажется, что я еще... Sometimes I think... Что я думаю, что чей-то опыт более важен, чем мой. Other's experience of others is more important than mine. Okay. I understand. Great. I have a question. Можно я спрошу? So... Think of when that recently happened. You don't have to say I love. Подумай о примере, когда это вот случилось недавно. Такое. And can you think of any of these situations, where they ended in something explicitly or implicitly conflictual? И можешь подумать о том, когда это вылилось во что-то или явное, или не явное конфликтное. Такая ситуация. Можешь? Можешь? Можешь объяснить это таким образом, что это защищает приватность этих людей, про которых ты будешь рассказывать, и свою безопасность соблюсти? Я общалась с одной компанией недавно, и мне нужны были документы, и когда позвонила, я не спрашивала, что они сказали, что сейчас у меня ничего нет, сейчас у меня нет менеджера, он будет в отпуске, он будет в отпуске, и он не может перестать сюда. А мне нужны были документы в срок, и тогда я не знала, что делать, никуда идти, потому что тот ответственный, он в отпуске, я понимаю, что люди не могут мне помочь, И я понимаю, что компания не может помочь мне, но у меня есть документы, и у меня возникает конфликт, но я дальше не сделаю. И я имею в виду конфликт, и я потеряю, и я потеряю. И конфликт с компанией? Да, конфликт с компанией. Хорошо. Хорошо. Мне что-то нужно, и как я сделаю так, чтобы они мне это дали, правильно? И чтобы не поругаться с ними. И поэтому я не имею в виду конфликт с ними, я не имею в виду конфликт с ними. Я думаю. Мы вместе подумаем. Это очень интересно, потому что компания очень хорошо с границами. Компания говорит, извините, наш менеджер не здесь, его нету. Но Маша говорит, но мне же нужны документы. И компания практически говорит, это твоя проблема, не наша проблема. У нас нет менеджера. У тебя будет неприятный, волнительный вечер. И ты будешь несчастна, но точно это не наша проблема, не наше дело. Включи телевизор, выпей пиво, что угодно, нам все равно. Не так? Правда? Да, да. Это энергия X. А энергия U это я заботюсь о людях, которые вокруг меня. И я не понимаю, какие у меня нужды. Меня заботят, какие у меня нужды, какие у них нужды. Это все моя энергия U. Это мы, мы нас не волнуют. Это мы, мы нас не волнуют. Хорошо, хорошо. Прекрасный пример. Такой удивительный пример. Да, потому что твой пример принадлежит в более широком поле. А как? Каким образом? Как-то я вспомнила большие компании. Ну, я как человек. Порой даже думаю, я не буду с ними сражаться. Я не могу с ними сражаться. Я не могу с ними сражаться. Это ваша проблема. Для меня, очень частный момент, это происходит очень сильно в моей жизни. Спасибо, что ты делаешься этим. Спасибо, что ты объясняешь. Что нам поработать с энергиями прямо сейчас? У нас есть энергия Х, это я очень хорошо описала. Кто говорит, да, это мы. И нас не волнует. Если ты можешь подумать про эту энергию. Если ты можешь подумать про эту энергию. Представь ее себе и представь, какое движение в руке может соответствовать. Это моё. Это моё. Это моё. Это моё. Поняли, это моё. Очень сильно. Очень сильно. Будьте. Молодец. Понял. Отлично. Дорога. Спасибо. Хорошо. Если ты можешь отойти от этой энергии. Ты можешь отойти от этой энергии. Мы ее немножечко отложим в сторону. И теперь, если ты думаешь о своей энергией. Подумай о своей энергии Ю. Это как будто вода. Красиво. Хорошо. Какая мяча. Какая мяча. Какая мяча. Какая мяча. Вот так. Мясо. Найсо. Хорошо. Бойко. Очень красиво. Это поминь мне русский жест. Какая мяча мяча. Причина мяча с большой русской сулл. sahaja. Солллллллл. У нас тоже такой танец. У меня есть танец. Там танец такая. Это танец, которая поможет это. Угу. Причина. Угу. Мы поняли, молодец. Отлично. Сейчас мы меня уложим обеяя. Теперь мы обе отложим в сторонку, и мы поработаем с местом на земле и с твоим процессуальным умом. Подумай о каком-нибудь любимом месте на земле, где ты себя чувствуешь очень хорошо. Первое, что мне пришло в голову, это море. Я вспомнила Балтийское море. Я вспомнила Балтийское море. Как там? Можешь описать чуть-чуть? Там очень спокойно. Там низкие волны. Классные волны. Прохладно? Классно. И очень чистая вода. И вода очень чистая. Хорошо. Хорошо. Ты же почти там. Иди туда. И когда ты это делаешь, осмотрись вокруг, почувствуй и замечай, что тебе там так нравится. Здорово. И когда ты там и смотришь вокруг, заметь, как эти две энергии, может быть, присутствуют там, в пейзаже. Я чувствую энергию. Я чувствую энергию. Я чувствую энергию. Это как разрыв. Мне напоминает в пейзаж. Здорово. Хорошо. А другая? А другая? Так, а другая? Да. Сделай движение руки и тогда, может быть, ты узнаешь. А как эта энергия присутствует в самом Балтийском море? С глубиной ассоции? Ассоциация в глубину воды? Глубина воды? Депс от воды? Это сила глубины? Да, я могу это видеть, когда ты это делаешь. И я думаю о том, что ты сказала, что вода очень прозрачная. Да, прозрачная. Проверь. Почему-то на глубине она не очень прозрачная. Да, я понимаю. Энергия ясности и глубины. Правильно для этого движения? Или что-то еще? Или что-то другое? У меня все очень сложно быть в этой энергии. Это сложно для меня быть в этой энергии. Я знаю. Давай сделаем, когда это быстро. Но мы нашли ее. Позволь своему себе быть в той атмосфере, быть там. В этом районе Балтийского моря. Позволь ему затуманить твое сознание. Изменить твое сознание. И заметь энергии Икс и Ю внутри себя. Внутри себя Маша. И потому что они также часть твоей жизни. Обе эти энергии, их суть. Тебе не нужно говорить. Не обязательно говорить, но просто сама почувствуй. И когда ты будешь готова, держись за это измененное состояние сознания и посмотри из этого состояния на компанию. Оставайся в этом состоянии и посмотри из него на Машу и на компанию. Может быть, у тебя есть какой-то совет для самой себя. Может быть, у тебя есть новая перспектива. А что ты видишь? У тебя новая перспектива отсюда? У меня похоже на то, что глубина дает силу. У меня сила позволила отрываться. Как красиво. Здорово. Об этих отношениях с компанией как? Как ты это можешь выразить и использовать? Я чувствую себя сильной. Я чувствую себя сильной. Я чувствую себя сильной. Я не маленькой. Я не маленькой. Так, с этой перспективой, как ты можешь продолжить эти отношения? Молодец. Молодец. Да, это то. Это то. Да? Ты знаешь это? Что это такое? Я тоже не волнует. Я тоже не волнуют. Я не знаю, что происходит с тобой. Why do I have to solve your problems with your managers? Solve your issues and give me manager because I need a document. Is there one more thing? It looks like it just feels like we're equals. I was looking at them as they were small. Oh, as they're small. Great. Wow, amazing. I had a thought that we're equal and I should not put them down. I shouldn't look at them. But if you would look down at them, you would see? What do you think? Good question. I don't know. Why do you think it's like that? We're equal but we're different. We're different but we're alike. It's difficult to say. But it would give you a new perspective. But it would give you a new perspective. Which allows you to say to them. Which allows you to say to them. Listen, it's not my problem. that your manager is not here. Solve your own problems. Give me a manager. Give me a manager. Thank you. Thank you. Great. You're talking to them as I am powerful. You're talking with them as I am powerful. You're kind of strong. You're a little less. You're a little less. You're a little less than me. You're a little less than me. Give me what I need. Give me what I need. Let me give you something. Beautiful. Beautiful. Красиво. Здорово. Да, очень красиво. Я хотела спросить вопрос. Кроме символического мышления, использование анимационных техник, то есть походы к морю, да? Да, походы к морю. Безусловно идти к символическому думанию, анимационные техники. Применяете ли вы когнитивную аналитику? Вы используете когнитивную аналитику? Спасибо, Таня. Вы используете когнитивную аналитику для работы с У и Х конфликтом? Да. В этом случае То есть в зависимости от запроса. Да. Особенно если клиенту это интересно. Например, представим себе, что клиент потом говорит. Да, это интересно. Я думаю про это. Эта компания может сделать что-то, что я делать не умею. Они такие же глубокие, как океан. Значит, что они сильные и большие. И они ясные. Компания здесь говорит. Извините, мы не можем. Они ясные. Мы не можем. Они не говорят, ну ты знаете, мы попробуем. Но мы не уверены. Можете через полчасика перезвонить. Потому что я найду коллегу, который мне поможет. Они такие же ясные, как Балтийское море. Да. Менеджер приедет в июле. Тогда и перезвоните. Ясность. А ты спрашиваешь, дайте мне с кем-то поговорить. Кто с кем? Мы тысячи. Это не маленькое, оно большое. Огромное. Да, если есть такой клиент, который говорит, да, интересно, они большие и ясные. Это процесс моего обучения. Я тоже могу быть большим и ясным тоже. Да. Я вчера с моим мужем у меня была такая проблема. Для меня это проблема быть ясным и быть большим. Давайте рефлектируем на это, подумаем об этом. И тогда мы это поддерживаем. Но мы не предлагаем это. Мы проверяем воду, как мы это говорим. Проверяем. Но мы используем это, конечно, когда мы работаем с конфликтами. Например, когда мы обучаем наших фасилитаторов. Мы сначала их обучаем в когнитивном анализе энергии X и U, чтобы можно было предположить, какие конфликты будут в этом районе. То есть, когда конфликты появляются, чтобы нас не удивляло это как фасилитаторов, когда конфликты появляются. Чтобы мы могли с ними лучше работать. После какое-то время, после какого-то времени, ты можешь предположить, ты можешь предположить большинство конфликтов до какой-то уровня. Предсказать, да, спасибо. А кто из вас был презентером на этой конференции? На этой конференции, кто из вас были презентерами наступающими? На конференциях обычно встречается несколько всего конфликтов по всему миру. Несколько типов конфликтов. Ну, два-три типа конфликтов. То есть, вы можете их проанализировать до, можете приготовиться и приготовить фасилитаторов. Когда эти конфликты появляются, ты не в шоке. Самая большая проблема с конфликтами X и U – это сюрприз. Например, для команды фасилитаторов, большинство команды фасилитаторов, которые работают в таком гомогенном сообществе, они не привыкли работать в сообществах, где есть давление и… Под давлениями привыкли работать, да. Под высоким. Например, в конфликтах таких открытых, таких жестких. То есть, например, вот такие открытые, бурные конфликты, они приносят конфликты и в команды фасилитаторов. Многие команды становятся очень дезориентированы. Они в конфликты. Например, мы трое работаем. Кто-нибудь поднимается и говорит, это все дерьмо. Я тебя ненавижу. И большой шанс, что этот же конфликт проявится в нашей команде. И большинство команд не делает когнитивный анализ про это до. И поэтому они дезориентированы. Спасибо за вопрос. Он очень умный вопрос. Это показывает, что у вас очень много опыта с этим. Хотите попробовать сами? Ребята, вы это показали очень хорошо. Та часть, на которой мы хотим, чтобы вы особенно сфокусировались, чтобы вы нашли то место на Земле, где ваше сознание немножко затуманивается, или попадаете в измененное состояние сознания чуть-чуть. Может быть, мы можем показать это медленно. Ту часть, когда мы идем в место на Земле. То есть я посреди конфликта сейчас с компанией. Очень похожий у меня случай. И они говорят, все на выходных, в отпуске. Тебе нужно ждать. Мы только делаем ту часть, которая про место на Земле, да? Ты можешь подумать о том месте на Земле, где ты чувствуешь себя очень хорошо? Моё любимое место в Москве, это на Москве, реке Абл-За-Кремля. Закрой глаза, это очень хорошо. Есть такие стены кремлевские, вот эта компания, и река Москва. Она такая гибкая, это больше похоже на тебя, да? Я больше себя идентифицирую с таким гибким человеком, я знаю, что мои друзья не согласны со мной. Но это и доказывает, что я прав. Ты уже туда пошел, представь себе, что ты уже там. Сначала у меня есть внутренняя картинка. И потом я замечаю, как у меня внутри такое появляется чувство легкости и радости. Я не остаюсь с картинкой. Я позволяю этой радости прийти ко мне. И я замечаю, что она меня немножко… Я начинаю двигаться, оно меня двигает. Я уже там, хорошо. Мне очень нравится это место, я чувствую… И я чувствую… Это потрясающее место. Здорово. Задержись там. Задержись с этим опытом, как это будет там. И посмотри на Макса с его проблемой с компанией. Может быть, тебе есть какое-то предложение для Макса. Совет. Может быть, другая перспектива. Но с этой точки зрения я могу видеть полярность. Я могу видеть историю Макса личную. Ему всегда нравилось бороться со стенами. А ему я скажу, а, без полярности не нужно. Хочешь выбрать стену? Выбери такую, которая более интересна. Ну, например… Сейчас у меня появилась идея. О некотором исследовательском проекте, который у меня есть. И я отсюда говорю себя, забудь эту компанию. Это трата времени. Сфокусируй свою энергию на своем исследовательском проекте. Для меня это очень по-другому. Для меня это отпустить. Я понял. Я недостаточно гибкий. Ты понимаешь? Я тоже стал этой стеной. Вместо того, чтобы сказать, а, да вы какая-то, как вам не дело. Я хочу использовать свои мышцы на чем-то более интересном. Интересная часть была вот такая вот. Попробуйте. Хотите? Создайте пару с кем-то возле себя. 15 минут за человека. Вы можете это сделать с тем же человеком или с другим. Вы можете это сделать с тем же человеком, чтобы вы пользовались. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok